И вот так вот я и помигал светодиодом на ГО. Ты жалеешь об этом? Нет. Хотел бы еще раз повторить. Да. Здорово, народ! В этом видео я хочу показать вам, что ГО годится не только для серьезных высоконагруженных сервисов, прикладных программ или системного программирования. ГО может справиться даже с такой необычной задачкой, как... Помигать светодиодом? Не, ну это реально необычно. Безусловно, стандартный компилятор ГО не позволит нам скомпилировать программу для микроконтроллера, и даже если бы позволил, то скорее всего она бы туда просто не вместилась. Именно поэтому мы будем использовать специальный компилятор для этого, который называется TinyGo. TinyGo это компилятор, который на выходе нам отдает малюсенький бинарник, который мы можем прошить на ряд микроконтроллеров, среди которых и ESP8266, ведь именно на ней мы и будем сегодня экспериментировать. Поэтому нам понадобится непосредственно ESP8266, USB кабель и макетная оплата со светодиодиком, на которой мы все это дело разместим. Дальше наша задача установить TinyGo. В плане настройки окружения не будем придумывать ничего нового, и просто зайдем на официальный сайт TinyGo. Перейдем в раздел Get Started, Quick Installation Guide, и как видим на этой странице, у нас уже должен быть установлен Go, у меня он установлен в последней версии. Просто копируем, вставляем все эти команды, которые нам советуют сделать инструкции по установке, и долго ждем. Дождались? Копируем следующую команду для установки. И как нам советуют на сайте, запустим команду TinyGoVersion. Судя по всему, что-то до установилось. И прежде чем продолжать, обратим внимание на то, что написано снизу. Здесь написано, что у нас могут быть дополнительные требования для наших микроконтроллеров, а какие именно мы можем узнать по незаметной ссылочке. Переходим по ней и вводим в поиски ESP8266. В моем случае это NodeMCU-версия. И здесь мне рекомендуется установить несколько утилит, которые позволят прошивать нам этот микроконтроллер. Да, не удивляйтесь, что мы сейчас устанавливаем тучейн для ESP32, хотя используем ESP8266. Здесь об этом инструкции прямо написано, что не смущайтесь, все нормально, для того, чтобы работать с ESP8266 и TinyGo, вам нужен тучейн для ESP32. И последнее, что нам осталось сделать, это добавить переменную окружения path в путь до нашего тучейна, который мы только что поставили. В моем случае у меня в качестве оболочки установлен Zash, и я добавлю этот экспорт в Z-profile. Поэтому я открываю файл Z-profile и копирую команду, которая указана в инструкции. Сохраняю. И для того, чтобы убедиться, что все работает, я открою новую сессию и проверю там переменную path. Да, все получилось. Однако у нас еще осталась последняя утилита из всего нашего окружения для работы с ESP-шкой, и это программа ESPTool. Точно так же переходим по ссылке и устанавливаем ее в соответствии с тем, как указано в инструкции. И если вы так же, как и я, начали лезть в Go, чтобы потом создать проект, чтобы вести команду go.get.you и путь до этого репозитория, то вы большой молодец, но вернитесь обратно и так не делайте. Все потому, что TinyGo это не только компилятор, но и набор кода, который заменяет часть стандартных функций. И, соответственно, директория go.root будет тоже другая. И, конечно же, я тоже сначала пытался сделать go.get на пакете TinyGo. При этом я нашел ишью человека, который пытался сделать точно так же. А правильный вариант на самом деле очень простой. Он как раз здесь в комментариях и указан. Вводим в терминале TinyGoInfoTarget, и в нашем случае это NodeMCU, и получаем переменную окружения cached.go.root. И именно этот путь и будет для нас go.root. Здесь есть важный момент, что когда вы будете обновлять TinyGo, эта переменная может поменяться. Помните об этом. И если после обновления у вас не собирается проект, первым делом обратите внимание на это. Я же открываю свою любимую IDE-шку GoLand, для того, чтобы создать корректный новый проект. И в go.root мне нужно указать как раз этот путь. И нажимаем победную кнопочку Create. Затем создадим файл, в котором будет располагаться код нашей программы. И первым делом давайте помигаем встроенным светодиодом. Для того, чтобы помигать им, нам нужно сначала найти пин, на котором он расположен. И я вам сразу скажу то, что встроенный светодиод на этой плате находится на GPIO пине номер 2. Создаем переменную, в которой будет располагаться наш пин и инициализируем ее со значением 2. Здесь мы передаем именно номер GPIO пина. Следующее, что нам нужно сделать, это настроить наш пин. Для этого вызываем функцию Configure у пина и передаем нашу конфигурацию. Пин конфиг и режим вывод. После этого мы готовы взаимодействовать с нашим пином. В случае с TinyGo у вас нет отдельной функции Loop, поэтому вы должны запускать бесконечный цикл внутри main. Записываем логическую единицу в пин для того, чтобы включить светодиод. Затем привычным нам способом делаем паузу на одну секунду. И записываем логический ноль в тот же пин. Наша простейшая программа готова, и теперь нам нужно ее записать на наш микроконтроллер. Для этого подключаем USB кабель к нему. Открываем вкладочку Terminal и вводим команду TinyGo Flash TargetNode MCU. Нажимаем Enter. Важно в данный момент находиться в директории, где располагается пакет main. Прошивка записалась и вуаля наш мигающий светодиод. Но просто мигать светодиодом на плате это немного скучно, поэтому я попробую поставить двухцветный светодиод и попеременно включать то один цвет, то другой. Для этого я подключу его к двум пинам D1 и D2. У этого двухцветного светодиода всего два вывода, и одновременно он может гореть только одним цветом. Соответственно, когда вы подаете ток в одном направлении, то светодиод загорается одним цветом, а когда вы меняете направление тока, то и светодиод меняет свой цвет. Следующее, что нам нужно сделать, это определить номер GPIO портов, которые соответствуют портам D1 и D2. Для этого открываем любую схему с портами. Видим здесь D1, D2 и это порты GPIO5 и GPIO4. Теперь возвращаемся к нашей программе. Смело все, что мы написали, стираем, потому что мы напишем другой код. Создаем переменную, которая будет представлять нам первый и нашего светодиода. А дальше, в бесконечном цикле, мы записываем логический 0 в один порт и логическую единицу в другой порт. Делаем паузу привычным нам способом. После чего меняем порты местами, то есть в тот порт, где мы записывали логическую единицу, мы записываем логический 0, а в другой порт, в котором мы записывали логический 0, мы записываем логическую единицу. Подключаем ESP по USB и запускаем прошивку. Ну а заключение давайте снимем на свежем воздухе. TinyGo, безусловно, интереснейшая разработка и вам стоит с ней поработать. Однако в самом начале видео я допустил ошибку, выбрав ESP-8266 как плату, на которой стоит тестить TinyGo. Почему? Все потому, что TinyGo пока что еще не поддерживает I2C протокол, широкоимпульсную модуляцию и то, за что мы все так любим ESP-8266. TinyGo пока не поддерживает Wi-Fi. Однако это не проблема, потому что TinyGo поддерживает эти фичи на других платах, например, на Arduino Uno или на STM32. Если вы хотите, чтобы я попробовал TinyGo с другими платами, то обязательно пишите об этом в комментариях. Я очень надеюсь, что видео вам было интересно и понравилось. Не забывайте ставить лайки. Огромной вам всем удачи. И пока.